Приветствую вас! Я бы ответил на ваш вопрос следующим образом. Я бы сказал, что для кого-то позитивное мышление способно причинить лишь только неприятность кому-то. Оптимистичный настрой, породит разочарование, боль, надежды, иллюзии. Понимаете, позитивное мышление и оптимистичный настрой хороши тогда, когда они находятся в связке с реальностью. То есть только до тех пор, пока то, что вы называете связано с реальным миром и упирается в него. Вот. Это может быть полезным, это может сделать здесь проще, притянуть людей и события для решения проблем. Но, с другой стороны, если подобные вещи происходят в отрыве от реальности, например, когда вы возлагаете на позитивное мышление и оптимистичный настрой, все надежды по притягиванию людей и формированию жизни как более простой, а также притягиванию событий для решения проблем, то все начинает распадаться. Человек начинает мыслить временными категориями, человек начинает жить только будущим, не живя, по сути, здесь и сейчас. Поэтому позитивное мышление и оптимистичный настрой, как бы так сказать, можно приписать к отношению, можно приписать к чему-либо, но зависит ли от отношения к чему-либо то, что реально получится? На этот вопрос однознательного ответа нет, потому что взаимодействие с людьми от отношения зависит, взаимодействие с предметами, взаимодействие с неодушевленными предметами от отношения не зависит. Дело на самом деле заключается в том, насколько вы являетесь внушаемым человеком. Если вы внушаемый человек, если вам достаточно легко внушить что-то, то позитивное мышление и оптимистичный настрой, безусловно, вам будут помогать. Но если вы не внушаемый человек, то никакой разницы особой в этом не будет. Я бы сказал, что для людей куда безопаснее быть не внушаемыми, потому что это позволяет сохранить свое Я. В ином случае, когда человек все же является внушаемым, он рискует оказаться в зависимости от других людей, от обстоятельств, от случайностей, от неудач и так далее. Вот и все. Понимаете, позитивное мышление и оптимистичный настрой берут свое начало из намерений. То есть, если я намерен что-то сделать, я знаю, что я буду это делать, и я знаю, что я буду делать, если у меня не получится, то позитивный настрой в данном случае мне обеспечен, потому что я в курсе, как будет протекать процесс и, соответственно, негативу взяться неоткуда. Если я буду действовать в соответствии с планом, то можно сказать, что позитивный настрой подкрепляется и усиливается. Если я действую не в соответствии с планом, то до определенной степени позитивный настрой будет сохраняться, пока будет сохраняться иллюзия того, что я действую в соответствии с планом. У каждого подобные степени являются совершенно разными в зависимости от уровня внушения и от степени уверенности в себе. Но именно так это и работает. Позитивное мышление, которое берет свое начало на основе просто умозаключений, если оно относится к каким-то делам, к отношениям, к событиям, к людям, не имеет под собой никакого основания. О позитивном мышлении и оптимистичном настрое в отрыве от действий можно говорить только в том случае, если речь идет об абстрактных образах, когда человек, например, решает, каким ценностям ему следовать, когда человек решает, как он будет о себе думать, когда человек решает, что для него важнее всего. Вот это то, что не обязательно предполагает виюминутные действия, но обязательно предполагает действия в будущем, как бы обратную связь, возможно и без действий. В остальных случаях первое является намерение, первое является удовлетворение, появление желаний и форма удовлетворения этих желаний, только потом на основании этого, на основании правильности выбора появляется позитивное мышление. Данный процесс выстраивается в детстве, ну вот, из многочисленных факторов, и поэтому вопросы о его образовании, да, и формировании, ну, нужно решать непосредственно с человеком. Вот, пожалуй, так можно вам ответить на ваш вопрос. Единственное, что меня смутило, это то, что мне показалось, что вы чересчур много значения уделяете именно позитивному мышлению и оптимистичному настрою. Если вы сами лично не имеете намерений по ответственному, адекватному, полезному для вас, ценностно ориентированному действию, то позитивное мышление и оптимистичный настрой вам не поможет никак. Еще, что хочется сказать, это то, что сам факт вашего вопроса говорит и говорит о том, что подкрепление позитивного настроя и оптимистичного мышления у вас нет. А это значит, что в данный момент без работы над собой, без консолидации поведения и мышления, формирование позитивного мышления и оптимистичного настроя будет вестись в отрыве от действий. В итоге будет прождать диссонанс внутри вас и, как следствие, может привести к еще большему конфликту, разладу и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете выдать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok